Давно сложилась традиция проводить в стенах библиотеки презентации книг, выставок, картин, фотовыставок, ознакомить жителей не только с новыми интересными именами, но и с уже известными людьми. Ведь наша фурмановская земля богата талантами – писателями, поэтами, художниками, композиторами. И в преддверии Дня города, который будет отмечаться в конце августа, прошло значимое для культурной жизни событие – это презентация новой книги уже всем хорошо известного нашего земляка, автора нескольких поэтических сборников – Александра Ивановича Рябинина. Его новая книга называется «Жизнь прожить», которая была напечатана в издательском доме Николаевых. Кстати, это уже 13-я книга, вышедшая в этом издательстве. В новый сборник вошли не только стихи, но и проза, над которой Александр Иванович работал много лет. Это его воспоминания о далеком детстве, друзьях, товарищах, родных и близких, о тех, с кем свела его судьба. Вот эту повесть я, значит, собирался написать 6 лет назад. Вот. И хотел ее назвать, значит, «Эх, хорошо в страде советской жизни». Вот почему мне, на мне, значит, вот эта вот футболка, потому что я 40 лет прожил в СССР и ничего плохого не помню. А в детстве, вообще у всех прекрасное детство прошло, хоть в СССР, хоть и в России. У детей в основном забот крупных, больших, тяжелых нет. У них все просто. Быстро забиваются обилия разные, там, это споры, там, проще. И вот эту книжку я не мог начать. Все время что-то меня удерживало, что-то держало, это сам не давало что-то. И думаю, мне хотелось так, чтобы вот кто начал читать, и оказался в моем детстве, там, как бы, ближе, чтобы понятно было, это самое, где мы росли, как мы росли. Дети мало читают, к сожалению. Но, может, до кого-то и дойдет эта книжка, вот, прочитает. И мне кажется, в общем, должна, должна понравиться. Потому что все книги я пишу от души. И стараюсь, в общем-то, сам себя, сам себе я цензор. И стараюсь только добро, чтобы у меня в книгах везде добро побежать зло. Александр Иванович – удивительно талантливый человек, обладающий огромной жаждой жизни, неиссякаемым оптимизмом и энергией. В нем живет неуемная молодая душа, готовая к любым интересным творческим начинаниям. В уютном зале библиотеки в день презентации собрались поклонники творчества Рябинина – знакомые, соседи, друзья, близкие, бывшие коллеги по работе, работники культуры, библиотеки и просто любители поэзии, чтобы поприветствовать и поздравить его с выходом нового сборника. Стихотворная рифма вошла в судьбу Александра Ивановича еще в юности. С тех пор он с ней не расстается. Все свои мысли и переживания, радостные моменты своей жизни обязательно старается облечь в стихотворную форму. Так на свет появляются замечательные стихи для детей и взрослых, стихи поздравления, стихи посвящения для друзей и знакомых, для близких и родных. И, по мнению читателей и самого автора, его творчество становится с каждым годом лучше. Уже чувствуется литературный профессионализм. Александр Иванович любит свой город, гордится своими корнями, чтит историю своего края, его культуру и традиции, переживает за судьбу страны. Что такое родина? Край, где ты родился, где березки стройные, дом, где ты живешь, где кусты смородины и из газ рябины, где губой с мальчишками ты в кино идешь. Что такое родина? Девочки, девочка с косичками, первая любовь, там, где шить бескрайние, там, где мама строгая, хитро улыбается, чуть нахмурив бровь. Что такое родина? Школа двухэтажная, первый твой учитель, твой любимый класс. Клятвы мушкетерские и сердца отважные, стали одноклассницы, взрослые у нас. Что такое родина? Первые свидания, совершеннолетие, пропуск на завод, ночи соловьины, встречи утра раннего, мусенькая тропочка нас крики ведет. Что такое родина? Жизнь, что нами пройдена. Край, где ты родился, дом, где ты живешь, где за память предков, за улыбки детские, против оккупантов в смертный бой пойдешь. За последнее время на его стихи нашим фурмановским композитором Анной Поляковой было написано несколько песен, и стихи обрели вторую жизнь. Песня – это всегда рассказ, положенный на музыку. Рассказ о себе, о жизни, о природе, о любви, о городе, о прошлом. В этом году появилась еще одна песня, написанная на стихи Александра Рябинина, которая прозвучала на встрече в исполнении коллектива «Бабье лето», руководитель Нина Правдина. Научить человека писать стихи невозможно. Это, как говорят, дар свыше. Настоящий поэт пишет не на злобу дня, не по заказу. Он пишет по велению сердца. И такие стихи находят отклик во многих душах. Новая книга фурмановского автора теперь и в фондах библиотеки. С ней может познакомиться каждый желающий, как и с другими его книгами. Они находятся в зале литературного краеведения.